Здравствуйте! Сегодня у нас тема, которой давно не было. Это ответы на вопросы. Прошло достаточно много времени, но при увеличении количества людей, которые используют технологию катушек, соответственно и количество вопросов снова и снова возвращается на исходные и даже в каком-то плане расширяется. Ну вот я думаю сейчас имеет смысл нам с вами обсудить самые часто возникающие вопросы на текущий момент. Первое, это для самых-самых новеньких. Мы хотим начать пользоваться катушками и что нам подскажете, что купить, как применять или там что сделать. Вопрос должен немножко идти от другого. А что вы хотите скорректировать в своем организме? Если вы пришли к этой теме, то явно она у вас свалилась не с потолка, а где-то в каких-то моментах вы уже поняли, что текущая медицина вам в чем-то не может помочь или какие-то проблемы у вас остались нерешабельны. Соответственно, нужно очень хорошо и внимательно подумать, а что за проблема у вас, которую вы хотите решить. Есть группа проблем, которые вообще не будут практически поддаваться работе с вихревой медициной, то есть работе с электрическими полями. В основном это какие-то механические проблемы, где электрическое поле не может восстановить механику. Да, оно может ускорить заживление, что-то улучшить, но это немножко не те некоторые результаты, которые, допустим, вы ожидаете. Возникают у людей такие периодически вопросы именно по механике. Не знаю, может быть, была какая-то грыжа, проблема, допустим, с позвоночником, еще какие-то. И вот мы применяем, а ничего не помогает. Это немножко другая категория проблем. Не знаю, можно сравнить так, что роды может принять только вот акушер и электрическим полем мы здесь не поможем. Вот примерно та же самая ситуация здесь. Есть некоторые проблемы, которые никак не могут быть решены с помощью воздействия катушек. Хорошо, если все-таки мы хоть как-то уже настроились на применение и решение своих проблем, тогда у нас есть с вами самые простые пути решения. Это либо простейшие генераторы, которые мы можем сделать сами, вплоть до того, как я приводил, вынимаем неоновую лампочку из выключателя, ставим последовательно с изготовленной вручную катушкой. Как изготовить в интернете полно просто видеороликов, можете посмотреть. И начинаем на себе хотя бы применять и оценивать вот это вот легкое оздоровительное воздействие. Если вы уже созрели на более что-то серьезное, пожалуйста, можно купить хотя бы самый простой аппарат, хоть тот же самый там TGS-5, с этим вопросов не возникает. Он хоть и более дорогой аппарат взять, и вот этот вот, они все равно будут выполнять всю одну ту же самую функцию. Они будут реструктуризировать электрические связи внутри вашего организма в сторону нормализации. Коротко вот скажу сейчас, что происходит внутри вашего организма. Мы, к примеру, живем, накапливаются какие-то, как мы говорим, проблемы в организме. Вопрос, почему они накапливаются, организм их не решает. Можно сравнить это так. У нас возникает некоторое отклонение в какую-либо одну сторону. С одной стороны, с другой стороны, в кислотную, щелочную, в кислотную, щелочную. И так вот множество-множество мелких отклонений. Но только здесь с точки зрения частоты и электричества. И вот мы с этим потом живем. Что делают катушки? Они просто пытаются вернуть все вот эти отклонения к норме. Вот как они должны быть к номинальной, базовой их частоте, которой они есть. Но это при условии, если катушка задевает проблему. Своей геометрией катушка, она задает спектр воздействия. Вот маленькой центральной дырочки, которая у нее, до ее габаритов. Это широкополосный спектр воздействия на ваш организм. Соответственно, это простейший элемент, по сути, открытая емкость, которая вокруг себя формирует тероидальное электрическое поле, в которое вы помещаете организм. Дальность воздействия катушки исчисляется в метрах. Никакие индикаторы, которые вы видите снаружи там на 2, 5, 10, 15 сантиметров загораются. Ни о чем вам абсолютно не говорят. Катушка работает на метры и десятки метров. Это легко регистрируется с помощью длинноволнового радиоприемника. Далее. Взяли вы какой-нибудь аппарат или сами его сделали. Дальше возникает следующий момент. А как применять? Я очень рад, что в последнее время у нас все меньше и меньше вопросов, а куда же все-таки прикладывать. Мобильный телефон мы прикладываем к уху просто, потому что там динамик и там у нас есть в ухе как раз тот сенсор, который принимает эти частоты. А вот, если у нас весь организм готов принимать частоты электрического поля, соответственно, и без разницы, куда практически мы прикладываем. Начальное использование, естественно, лучше в более безопасном режиме использовать. Минимальные мощности, минимальное по времени, потому что первое, что вы оцениваете, это реакция собственного организма на воздействие электрическим полем. Если реакция бурная, значит, вы делаете больше паузы между временем использования и меньше время воздействия. Не стоит пугаться каких-то обострений в этот период. Это нормальное явление и принцип обострения говорит о том, что катушка зацепила проблему и она потихонечку идет в сторону выхода и вы потихонечку ее лишитесь. Время восстановления, которое займет, абсолютно непредсказуемо. Оно может быть от дней до 1-2 лет при решении какой-либо проблемы. При этом никакая статистика, никакой консультант вам не сможет сказать, вот какая у вас статистика есть, вот у меня такая-то проблема. Ничего, ни мне, ни другому другому человеку не скажет название вашей проблемы. Вот если вы назовете, какое у вас электрическое реактивное сопротивление у вашей проблемы, тогда можно проанализировать, какую взять катушку и как ей воспользоваться. Поскольку у нас система диагностики абсолютно настроена не на то, она не оценивает реальные процессы электрические, которые в организме, то мы не знаем какую катушку нам использовать, мы не знаем сколько по времени ее использовать нам, в каких режимах и так далее. Вот та реальность, в которой мы с вами находимся, мы не знаем ничего. И получается, что самый простой метод для оздоровления собственного организма, мы просто берем любую комбинацию катушек, любой прибор, по сути, с любой катушечкой, начинаем просто на себе его использовать. По уходу вы уже поймете, как организм реагирует на все это, становится лучше, становится на начальном этапе, может даже чуть-чуть хуже, кратковременно становиться, но потом раз и идет улучшение, либо не происходит ничего. Изменяя катушку, вы получается меняете спектр воздействия на те электрические поля и частоты, которые у вас в организме. Ничего в этом, то есть не нужно пытаться понять, что вот какая катушка для каких-то заболеваний, это вообще физически некорректно поставленный вопрос, на который не может быть нормального ответа. Поэтому любые катушки это просто набор излучателей, и какая подойдет в вашем случае не скажет никто, только реальное использование. Поэтому не стесняйтесь брать любые провода, наматывать сами, особенно если есть какой-то прибор. Вот потратиться на кусок провода там, ну проблем-то нет. Намотайте любую форму, любую геометрию. Подключили, если она корректно собрана, аппарат ее нормально заведет, она будет у вас работать. Тем самым вы поможете сами себе. Поэтому для новичков это вот примерно такая информация. Результат воздействия данной технологии на организм, это фактически 90 процентов. Результат успешный, но мы не можем сказать по каким из ваших проблем. Очень часто бывает человек берет аппарат для того, чтобы не нравится ему какая-то одна проблема. На мелкие он не обращает внимание, ему они не сильно мешают. А вот какая-то есть более серьезная, ему не нравится. Он берет аппарат, по этой проблеме результатов практически нет. Зато, к примеру, там за полгода использования все остальные практически исчезли. Человек остается недоволен периодически, потому что ему брал аппарат для устранения этой проблемы. Расстранились те, которые ему не нужны. На самом деле, вот здесь цепочка тянет все за собой. В целом, вот такое вот оздоровление организма приводит к тому, что в дальнейшем у вас получается и основные какие-то проблемы начинают решаться. Но понятно, что все сто процентов мы здесь зацепить пока что не можем. И опять же, причина в том, что мы с вами практически ничего не знаем о самим себе. Теперь уже возвращаясь к методам воздействия. У нас сейчас два типа аппаратов. Контактного действия и бесконтактного действия. Поскольку я последний раз вам показал аппарат контактного действия с двумя выходами, вот по нему сейчас возникло очень много вопросов. В личку мне понаписали и, соответственно, в основном как раз вот новых пользователей. Итак, основные вопросы. Два выхода из аппарата. К какому выходу что подключать? Выходы идентичны без разницы. Можно хоть четыре электрода подключить. Можно хоть вот электроды тор подключить. Единственное, что имейте в виду, подключать сюда полноценные катушки, там плоские, особенно которые лакированным проводом намотаны, особого смысла, наверное, нет. Потому что этот аппарат не рассчитан напрямую на работу с катушками. Это аппарат контактного действия, основан на пропускании высокочастотных сигналов через организм. Поэтому тут немножечко более разумно вот к этому относитесь. Понятно, что подключить можно все, что угодно. Результативность. Использование, опять же, зависит только от того, что вы как бы к нему подключаете. В любом случае, вы не ошибетесь. Все, что угодно вы подключите, оно, в принципе, будет работать. Только либо чуть-чуть эффективнее, либо менее эффективнее. Значит, с этим аппаратом не могут вообще адекватно работать шипы и катушка чистой статики. Они, потому что основаны на режиме работы стоячей волны. В данном случае антипаразит, он вообще не занимается другим. Совершенно в другом режиме работает. И, по сути, это не совместим с аппаратами серии ТГС и Эмплоитом. Аппараты совершенно разные по принципу воздействия. Катушка у него, получается, работает в режиме, отчасти такого импульсного возникновения электрического поля и его инерционного гашения. Там, получается, это не так, как мы привыкли видеть импульс очень резкий, потом затухание. Нет. Электрическое поле не может мгновенно возникнуть. Это реальная механическая инерция. Она возникает за несколько колебаний, возникающее электрическое поле, и потом оно просто плавно затухает. Вот эти вот плавные процессы, которые происходят в организме, они совершенно по-другому работают. И вот, ну, то, что я отмечал, ну, в клинике нет, а так вот, по мелочам на знакомых, работа с катушками у антипаразита, она получается, как бы, немножко, вот, на какие-то более воспалительные процессы, такие более глубинные. Вот я приводил пример, допустим, если, ну, не то чтобы язва, к примеру, а внутренний какой-то гнойник. Если мы воздействуем просто катушкой, там, от стандартного генератора синуса, то у нас получается, что данный гнойник, он окружен, по сути, капсулой из воспалительных процессов. Катушка в некотором мере может немножечко разрушать эти воспалительные процессы, потому что она на них наводится, тем самым даже ухудшать немножко заживление вот таких вот внутренних очагов, потому что она с каждым использованием потихонечку-потихонечку, как бы, подразрушает эту оболочку, вместо того, чтобы этот процесс должен быть выведен наружу. Так вот, как раз применение ТГСП-2, вот, у меня как раз и показало именно примерно вот такие результаты. Внутренние такие устойчивые процессы, которые слабо поддавались воздействию обычными катушками, очень быстро он доставал. Вот я рассказывал в одном видео, когда очень глубокий гнойник, и он постоянно-постоянно гноился, ничего не происходило у человека. Использование в течение 30 минут периодического вот, и в течение буквально суток этот гнойник вытек наружу, просто начал закрываться. Перестало формирование этих глубинных процессов. То есть, обычные катушки этого не сделали. Контактный метод. Диапазон расширен до одного мегагерца, полностью перекрывается диапазон работы Хильде Кларк. Ну, многие из вас, конечно, с этим даже не знакомы. Ну, были разработки с 90-х лет, применение импульсов при контактном методе, пропускание электрического тока через организм для решения, опять же, широкого спектра проблем. Если кто читал книжку Хильде Кларк, то там примерно так и было. Я даже понимаю, почему я пришел себе писать, потому что там было так. Название болезни, и первой строчкой, что нужно делать? Использовать цифер. Следующее название болезни, использовать цифер. Вот примерно я вам то же самое говорю. Вот если у вас есть какая-то проблема, вы просто берете катушку и используете, как угодно. Вы сами будете все понимать. Сколько вам по времени ее использовать, как удобнее поддержать, приложить к проблемному месту, или в руках, или рядом положить. Ориентируйтесь только на собственные ощущения. Ни инструкция к аппарату, ни консультант, никто не может вас адекватно проконсультировать. Только ваше собственное ощущение. Значит, контактный метод. В аппарате реализован режим по Хильде Кларк. Только что я его немножечко модернизировал в сторону расширения возможностей. Режим B и режим A. Опять же, контактный метод по принципу биорезонансной терапии. Метод воздействия, как бы он не новый. Это воздействие противофазой. То есть, сначала сигнал у нас подается, как бы раскачивает, условно говоря, проблему. Потом подается сигнал в противофазе. Как это подробно происходит и действует, я объяснял в своих технических видео. Обычному пользователю, в принципе, от этого как бы ничего знать особо не надо. Для обычного человека, вот он может просто взять тор, электроды подключены, тор закинул там, вот я сижу вчера за компьютером, тор закинул за спину, электроды вот в рукава поставил, сюда и сюда, и я сижу дальше работаю на компьютере. Вот я посидел спокойно, нажал таймер, 25 минут, и он три цикла отработал, пока я разгребал различные ваши сообщения. Вот. В принципе, наверное, ну, значит, по аппарату, какие есть условно противопоказания. Вообще, по, вообще, по методу с вихревой медициной. Значит, основные противопоказания по бесконтактному методу. Я здесь вижу только передоз. Это некорректное использование мощности, некорректное использование времени. И когда организм находится в не очень хорошем состоянии, вы получите, можете получить серьезное обострение. Значит, многие говорят, вот мы вот этого боимся. И как нам не навредить, мы теперь боимся использовать аппарат. Давайте мы вспомним другое. Может быть, кто-то из вас тоже боялся перепить алкоголь и получить похмелье. Вот здесь та же самая ситуация. Если вы передознетесь, ну, один разочек, вы поймете, что такое передоз. Ничего критичного в этом нет. Главное, чтобы, то есть, сразу там, не взять аппарат и сразу не начать им пользоваться часами. Поэтому, допустим, вы откроетесь инструкцию, она просто вынуждена была быть напечатана под какие-то проблемы и примерные времени воздействия. Забудьте, это никакого отношения к вам не имеет. Инструкция, она пускай лежала в коробке с аппаратом, пусть там останется лежать. Можете просмотреть и забыть. Все, она, в принципе, вам не нужна. Все остальное вы сам для себя доктор. Значит, даже если состояние организма достаточно хорошее, то постоянное использование, интенсивное использование катушек не сделает вам лучше. Принцип работы восстановления электрических полей, после чего идет реструктуризация организма. Организм, если бы не имел каких-то внутри колебаний, ну, это было бы мертвое тело. Поэтому любые какие-то мелкие отклонения произошли, организм сам их тоже восстанавливает. И постоянно держать в очень, как бы сказать, вроде бы как идеальных электрических условиях, вы начинаете ему вредить. Недавно как раз вот человек отписался, который очень интенсивно пользовался. Говорит, Саша, я вот интенсивно пользуюсь катушками. Вот у меня тут проблемы со здоровьем начались. Одно, другое, третье. Тут вроде бы что-то как-то и сердечко пошаливает, там и давление. Ну, в общем, все по мелочам какое-то такое. Применяю катушки, уже сижу с ними по несколько часов в день, что-то не помогает. Я говорю, это катушки просто брось. Не нужны. То есть человек уже до этого, он их давно использовал, в течение нескольких лет уже. И тут почему-то он решил подсесть, побольше их использовать. Он за три дня отчитался. Первый день перестал пользоваться, у него ушли одни симптомы, второй день ушли другие симптомы, третий день он почувствовал себя здоровым. Перед этим он умудрился сходить в больницу, сдать анализы, пройти там какие-то процедуры, посмотреть. Нигде ничего ему не сказали. То есть все хорошо, все здоров, в норме. Он себя очень плохо чувствовал. Поэтому не нужно с ними там спать, не знаю, постоянно использовать. Это не то. Это то же самое, что вы будете постоянно употреблять какие-то лекарства. Это просто избыточное воздействие, которое не нужно. Скорость восстановления организма от этого сильно не изменится. Так, по техническим характеристикам. Я тут просто целых два листа написал ваших вопросов. Я надеюсь, для новичков, может быть, я что-то объяснил основное. Все элементарно, просто берете аппарат и используете. Все, ничего больше не требуется. Значит, по поводу совместного использования, в принципе, я рассказал в предыдущих видео. Мы с вами потихонечку подходим к динамическим источникам питания. Аппараты изменений претерпевать в этом случае не будут. Будет меняться структура катушек всего лишь. Об этом я буду про все физических видео рассказывать. Как мы будем с вами задавать сдвиги фаз без электронных компонентов и так далее. С этим будем разбираться чуть позже. Так, значит, по поводу антипаразита, думаю, здесь все поняли. Единственное, что мы с ним можем не применять, это большие плоские катушки, у которых емкость просто большая. Тор лучше второй, первый тоже можно. Тор второй меньше кушает и больше поля от него получается. Шипы и чистая статика с ним не будут работать. Не тот режим. Совместное применение этих аппаратов идет только в пользу. У меня тут даже отзывы записаны после совместного применения, я в конце чуть-чуть зачитаю. Это вот как раз я лекцию провел и люди лишились своих проблем после применения по опубликованным данным. Так, давайте, наверное, сейчас пробежимся по поводу катушек еще и некоторых моментов с их применением. Значит, все катушки, по сути, они основаны на принципе разрыва цепи. Исключением является у нас статическая катушка, она вообще в целом подключается за один конец. Но внутри имеет перемычку и в принципе это в целом в варианте как есть по патенту Tesla, это бифиляр Tesla внутри. Впервые я ее очень эффективно применил при проблемах со щитовидкой. У женщины уже зашкаливали антитела. Превышение было более чем в 100 раз в щитовидной железе. Меня не спрашивайте какие и что, то есть я читаю медицинские термины, они мне мало чего говорят, я просто про количество и про другие параметры могу коротко сказать. Вот полный тремор внутри организма, состояние почти нулевое и ничего врачи уже сделать не могли. Катушки обычные у нее до этого были и результаты не дали никакого. На тот момент единственное, что я мог применить, это вот только абсолютно сбалансированные колебания между силой тока и напряжением. И вот статическая катушка, у меня может быть название чуть-чуть просто не совсем правильно, она получается имеет полный баланс. Поскольку мы подключаем за один хвостик, то возникающее над ней поле, оно полностью сбалансировано по силе тока и напряжению, которое там возникает, потому что мы им не управляем. Вот этот возникающий баланс привел к тому, что применение буквально 25-30 минут и человека я вернул в норму. Через двое суток проблем со считаемой железой не наблюдалось, по крайней мере по видимым ощущениям человека, видимым происходящим действием с его стороны, то есть ее уже не трясло. Ну и через пару недель по сути она забыла про свою проблему. Ну а медики ничего здесь предложить абсолютно не могли в этом случае. Вот, по поводу щитовидки еще меня спрашивают, то есть со щитовидкой тоже проблем очень много и в принципе решаются они адекватно. Как обычными ямкостными катушками, так и статической. Статическую катушку здесь нужно уже несколько больше понимать свой организм, немножечко работу катушек, потому что она может и привести к обострению, поэтому лучше предварительно, например, чтобы если человек поработал обычными из комплекта, которые ямкостные катушки, там тем же сам тором. Вот допустим в самом начале, откуда у меня пациент номер ноль пошел, это по сути женщина с раком первой степени щитовидки, гиперфункция была у нее. Воздействие было в течение двух недель, где-то денька через три по полчаса на малых токах порядка, не соврать, там 60-65 миллиампер это было шесть раз, после чего возникла очень мощная ангина, вот это все вылилось из щитовидки и контрольная УЗИ уже, то есть у нее было назначение на радиоактивный идет, контрольная УЗИ ее делают, а у нее гиперфункции нет, у нее гипофункция, после чего естественно назначение ей отменяют и человек полностью восстановился за год, щитовидка пришла в норму за год, у других моих знакомых там были узлы, там вторая степень рака стояла, один узел кельцина, другой узел живой. Вот кстати даже ваш вопрос, вот наша ситуация, что нам делать? Ничего, я привожу человеку просто аппарат, говорю вот тебе аппарат, вот тебе бублик к нему, 15 минут в день тебе хватит и смотри, если пусть себя чувствует плохо, а то пропускаешь день. Человек использует все нормально, у него каждые полгода контрольные осмотры. Через полгода замечается то, что увеличились оболочки, то есть сами остались узлы, а как бы оболочка немножечко стала более толстой вокруг них. Через год УЗИ говорит то, что кольцинат почти уже не виден, но размер почти остался такой же, но он почти прозрачный стал, а живой узел потерял кровеносные сосуды, которые заходили в него. Через полтора года в принципе, я кстати даже не знаю, сняли ему диагноз или не сняли, но как бы он приехал и сказал, что врач ему сказал, у меня такого никогда не было, то есть кольцинат полностью исчез с УЗИ, живой начал то же самое бледнеть, то есть он физически как был на месте, так и остался, он потерял плотность и стал как бы частью организма, то есть свою гиперактивность он потерял. Вот, поэтому вот простейший пример, а что значит как использовать катушки, вот так, но в любом случае мы их применяем с вами на свое собственное усмотрение, мы можем спокойно применить наш классический метод медицины и идти этим путем, это наш выбор и мы сами его делаем, но кстати, сейчас вот я открою даже письмо, которое мне пришло сегодня. Сын родился в 2011 году, на втором месяце жизни ему поставили вакцину БЦЖ, после чего уже дома вечером установка дыхания, скорая больница. С того момента частые головные боли, головокружение, метеозависимость, отставание в развитии, нарушение координации, эпилепсия, много помощи реабилитации, далее потом оформление инвалидности, ДЦП и дальше через уже получается 8 лет усиление эпилептических приступов, ну и в общем вот все вот это вот. Вот у нас есть классический подход к нашему здоровью, когда мы абсолютно не понимаем, что такое частотный фрактал и когда организм чист, это можно представить с хорошо играющей, ну не знаю, пускай будет классической музыкой. Вот вы возьмите скрип какой-нибудь или просто шум сильный и добавьте постоянно, который будет там фонить, вот так будет работать прививка. Вакцина любая. То, что не выводится из организма, это высокочастотные элементы, которые оседают в центрах, в узлах вихревых. Это узлы нервной системы, кости и так далее. И с нами начинает всю жизнь так вот фонить. Вот наш организм иногда дает очень сильный сбой после того, как он не может жить в таких условиях. Так, вернемся к нашим дальнейшим проблемам. Вопросы были по психическим заболеваниям. Значит, если честно, я до сих пор не могу классифицировать с точки зрения физики вообще, как адекватно это проанализировать. Если рассматривать как систему сенсоров, вот мы сейчас вот сидим с вами по миру, я разговариваю, вы слушаете. Вы меня понимаете лишь просто потому, что есть шаблоны волновых всплесков, которые детектируют ваш мозг как слово, и вы его потом вписываете в другие шаблоны. И вот, в принципе, мы сами себя программируем постепенно в течение всей своей жизни. Психическое заболевание в таком случае, оно, понимаете, вот меня тоже называют люди шизофреником. Просто лишь потому, что я привык копаться в каких-то физических проблемах, и это не соответствует тем шаблонам, которые привиты. Но в данном случае здесь могут быть и серьезные, естественно, вот такие отклонения, которые, ну, есть только какая-то вот частотная несовместимость вот этой вот возникающей внешней информации. Раздражителем, соответственно, неправильно поступающая вибрация, по сути, со стороны, может являться раздражителем. То есть человек сформировал для себя неправильные шаблоны, и вот какая-то проблема. Бывает, что катушки помогают в таком случае. Но в данном варианте, я думаю, что это как раз связано не с корректным, что ли, убиранием проблемы катушкой, а методом воздействия, опять же, на очищение организма. Организму становится легче, и это, скажем, убирает сам факт раздражения на какие-либо другие приходящие, информационные, вибрационные, какие угодно воздействия для человека. Поэтому эффект есть, но, я бы сказал вот так, нестабильный. По отзывам, то есть могут быть и без реакции, может быть и реакция хорошая, а может быть, наоборот, даже какие-то вспышки агрессии. Особенно в том случае, когда человек, по сути, либо заколот, либо там постоянно принимает таблетки, он в угнетенном состоянии. Применяются катушки и резко перестают действовать эти вот осевшие, то есть залежи, которые мы принимали. И, естественно, организм дает себе вспышку. Поэтому были такие отзывы у меня, да. Это просто частные отзывы, вы не понимаете, что я говорю. Я занимаюсь исключительно физикой, и многие из вас задают мне вопрос, вот, а что в вашей практике? Да нет у меня практически никакой практики. Я занимаюсь, вон, двигателями, генераторами, изучением просто электрических цепей. А поскольку организм у нас точно такая же антенна, как и та же самая обмотка двигателя, поэтому приходится немножко параллельно с этим ковыряться. Далее. Огромное большое количество проблем у нас связано с спиной, межпозвоночной грыжей. Все с этим связано. Еще раз повторяю. Даже если уже есть межпозвоночная грыжа, и вас уже могут отправлять на операцию, за 4-5 месяцев вы можете привести себя в норму. Все, что вам требуется, это либо купить, либо изготовить стул на шаровой опоре, и применить обычные емкостные катушки, просто для подавления воспалительных процессов в позвоночнике. Сидеть только на этом стуле, на обычный стул вообще не садиться, хотя бы в течение вот этих вот там 5-6 месяцев. Потом вы уже на обычном стуле сами не захотите сидеть. У меня дома у всех, вот я просто бэушные шары выбрал, либо из любого донора, либо из фанерки можно вырезать, мягким обшить и стул готов. Получается, что мы начинаем резко усиливать мышечный каркас спины, просто лишь потому, что единичная шаровая опора в центре, и стул полностью у нас получается кувыряется на этой шаровой, спина вынуждена постоянно работать. Поначалу сидеть даже тяжело, то есть там час-два вы сидите, вы просто потные, как будто из спортзала вышли. Вот оно есть, статическое напряжение мышц. Происходит даже задавливание некоторое мышцами, когда они усиливаются, вот этих вот грыж, которые у нас происходят межпозвоночных, плюс подавление воспалительных процессов катушками, и люди описывались, да, что даже за 4 месяца все спокойно ходят, никаких проблем не испытывают, а через год уже, фактически, если сделать даже УЗИ, там почти ничего не будет обнаружено, либо там остаточная какая-то минимальная, и все. Поэтому здесь тоже имеет смысл задуматься о простейших вещах. Тот же самый стул у нас шаровой, это разработан еще при СССР в 70-х годах. Ну и спрашивается, почему он медицина об этом не говорит, потому что с вас тогда деньги не возьмешь ни за что. Вы себе стул сделали и сами позвоночник себе починили. Так, из маленького, а еще противопоказания забыл сказать, это при использовании электродов контактного метода. Это периодически возникающие ожоги у людей. Значит, обратите внимание, любой аппарат контактного метода может оставить следы на коже. Варианты. Сейчас аппарат рассчитан на применение электродов в руках. Вот основной вид кожи, который мы постоянно применяем. Его сопротивление значительно отличается от сопротивлений, находящихся на других частях тела, включая мягких, не говоря уже про слизистые. Поэтому, поверьте, использование аппарата не совсем корректно может немножечко вам навредить в плане с поверхностной структурой кожи и легкими-легкими ожогами. Применение аппарата в том месте, когда у вас начинает что-нибудь, допустим, там покалывать или пощипывать, лучше не делать. Давайте, сейчас я даже... Вот я включил аппарат. Понятно, что в руках я ничего не почувствую. Вот я приложил к щекам, видите, на руки там, допустим, это дело уходит сюда. Я опять же ничего не чувствую. Вот я вчера сидел, говорю, я могу за шеверок так вот положить. Вот он через шею работает, вот полностью. Я в данном случае покалывание не чувствую. То есть, сопротивление кожи, которое у меня есть, аппарат выставлен сейчас на максимум. Если есть покални, первым делом переключите просто тумблю на минимум, что у вас не покал. Вы можете использовать. То есть, все зависит от вашего текущего состояния сопротивления кожи. И какие-то вот эти вот моменты, они абсолютно все индивидуальны. Просто, ну, это простейшая электробезопасность. Вот. За этим, как бы сказать, внимательно просто смотрите. Потому что потом, ну, электроожоки немножечко дольше заживают. Вот. Использование других электродов возможно. Силиконовые, накладки, какие угодно. Но все то же самое. Все то же самое, говорю, обратите внимание, чтобы вам было комфортно. Возникающие пробои по коже, они вам не нужны. Это не полезное действие, которое здесь возникает. Хотя, если на какую-то болячку там можно попробовать покалять. Может быть там поверхностная какая-то экзема, там еще что-нибудь. Может быть ей лучше станет от этого. Потом заживет быстрее. Но я здесь ничего не могу по этому поводу сказать. Очень большой открытый вопрос опухолей. Для работы с этой проблемой, я разрабатывал более безопасный метод. Такой как шипы. У нас есть разгонный тор. От которого у нас выходит два высоковольтных выхода. С одного используется плоский электрод. С другого электрод с иголками. Принцип работы иголок вы можете каждый понять, видя зимы иней. Особенно, если это вот самая лучшая визуализация. Если был туман и мороз. Все металлические детали. Обратите внимание. Они будут все покрыты иголками. И вот любое изменение формы металла. Болт даже стоит. Вот шесть граней. У него с каждой грани будут торчать иголки во все стороны. Вот здесь эта простейшая визуализация, как форма под электрическим напряжением, по сути, выстреливает электрическим полем. Здесь применяется примерно точно такой же метод. Получается, что на электрод с иголками параллельно на иголки подается напряжение. Из каждой иголки у вас идет срыв. Срыв вот этого электрического высокочастотного поля, который производит работу. Он в данном случае максимально безопасен при применении при онкопроблемах. Можно непосредственно использовать на месте. Хотя во многих случаях, если адекватно к этому подходить, можно использовать и обычный тот же самый тор. Но аккуратно, либо рядышком. Здесь склонны не торопиться. Если вы поторопитесь, то вероятнее всего вы попадете к хирургу. Вопросов по этой теме очень много. Я не могу просто об этом рассказывать. У нас официально признано, что это не лечится. А мне люди отписываются, как они прекрасно преодолели эти проблемы. Вот один из самых последних отзывов. Мне на почту женщина присылала. Месяц назад где-то. Рак груди поставили. Значение химия, радиация, операция. Ей просто принесли аппарат с бубликом, и она с ним до контрольного УЗИ просто посидела несколько раз. Через пару недель контрольное УЗИ у нее ничего нет. Ей все отменили. Напомню по статистике. Статистике именно по Соединенным Штатам. Это я еще рассматривал где-то, наверное, в 2011-2012 годах. Наибольшее количество неверных диагнозов касается именно рака груди. И там количество покалеченных женщин исчисляется более миллионами в год. Поэтому здесь та же самая ситуация. Медики сначала должны классифицировать, что это. А не просто под одну гребенку все это вот. Это онко, и все, и вот надо вот так вот. А что это физически? И там вот два варианта. Есть проблема, когда нас едят, начиная от грибов до одноклеточных и чего угодно. А другая проблема – это исключительно вихревая. Когда есть искажение электрических частот, в конце концов это выстреливает в простейшую, скажем так, папиллому. Мы, кстати, говорим, это вирус. А физически получается. Это электрическое отклонение. Кстати, последний вот этот аппарат пару недель обкатывал. На ком носить? На детях, на жене, на себе. У дочки через два дня после первого применения У нее на веке, на верхнем, макияж когда делает, там задевал. Там маленькая плоская папилломочка была. Вот. Она у нее начала болеть через два дня. Болела около 7-10 дней. Говорит, неудобно макияж наносить, потому что задеваешь больно. Вот. Через две недели вечером, говорит, снимаю макияж, а у меня ничего нет. То есть, новый аппарат с расширенным диапазоном попал просто сразу же в точку. Она, естественно, ничего не почувствовала, когда просто держала электроды в руках. В руках, значит, периодически сидит, там, мобильник по руках держит, то электроды может на ноги положить, там, или там, под ноги, там, куда угодно. Две недели, и мы прекрасно задели то, что у нас называется вирус папиллом у человека. За две недели он прекрасно отвалился. Вот. То есть, по классификации он, как я говорю, здесь обычные катушки решают вопросы начальных стадий, при условии, если это именно электрические вихревые отклонения. Антипаразит, соответственно, решает вопросы при условии задевания микрофлоры паразитной. И тоже эту же проблему может, по сути, решить. Возникающий вопрос очень интересен с точки зрения физики данных работопроцессов. Что люди спрашивают, а почему, допустим, антипаразиты или катушки не бьют по-хорошему? Задевают только плохие элементы. И здесь, опять же, очень простой физический момент. У нас есть стандартная скорость протекания реакции в организме, скорость развития процесса, скорость жизни клеток и так далее. Как мы детектируем инородный процесс? Чаще всего он более гиперактивный. И вот здесь получается, что более гиперактивный процесс имеет меньшее реактивное сопротивление. Поэтому получается, что когда электрическое поле определенной интенсивности проникает в организм человека, то все без исключения проблемы, имеющие более низкая сопротивность, более как бы высокочастотные, которые проживают свою жизнь быстрее, чем человек, Они, получается, на себя наводят, как катушки индуктивности. Но поскольку все цепи в этих процессах, они, по сути, замкнуты, иначе бы процесс сам физический бы не существовал. Ну, можно сказать, что в самом простом варианте они перегорают. То же самое касается контактного метода, но только принцип воздействия другой. Если патоген имеет искаженное какое-то электрическое поле, электрический ток с ним взаимодействует, фактически как за рычаг его просто раскачивает, потом подается противофаза, что наводит на данный элемент, по сути, импульс высокочастотного тока. То есть мы даже не механически его разламываем. Подать фазу и противофазу – это вот с точки зрения, как у нас электрон-позитрон, поскольку у нас физика говорит аннигиляция. Вот здесь это получается, что подать фазу и противофазу – это приложить мгновенно к одной точке даже не просто вот ноль какое-то напряжение, а получается минус какое-то напряжение и плюс. По сути, удвоенное напряжение, которое просто вызывает кратковременный импульс тока и объект точно так же. Сам себя, по сути, сжигает. Увеличение мощностей, естественно, приведет к тому, что вы будете попадать уже и по живым. Это вот применение катушек, надо же было людям экспериментировать, когда уже большие токи применяются свыше 300 мА, они начинают задевать уже и здоровые клетки. Мы можем чувствовать на себе и покалывание, вроде бы она хорошо работает, а потом почему-то у нас тут нагрузка на почки резко возникла и вот называется, а что с проблемами-то? А проблемы как были, так и остались. Ничего с ними не произошло, они все на месте и мы с вами ковыряли уже совместно вместе с живыми тканями. Отчасти, конечно, условно можно предположить, что таким методом действительно можно таргетно прямо в каком-то локальном месте что-то подуничтожить. Но точно не с вами в домашних условиях и не без наблюдения под микроскопами и под какими-то реальными медицинскими устройствами наблюдения с анализами. Так что для дома у нас с вами, как было описано в начале 20 века, работа с открытыми емкостями, в основном используется 200 мА, максимальный ток 300 мА, а дальше неэффективно и небезопасно. Вот можете открыть, тексты есть по дарсонвалю, дарсонвализация технологий, там это описано. У нас все то же самое, только там использовались высокие напряжения, у нас используется высокая добротность контуров, все то же самое. Так, еще вопросы, значит, возникали по поводу животных и растений. По поводу животных я бы вообще не задумывался, вы просто берете и применяете. Там 99% они просто все жить начинают нормально, избавляются от всех практически проблем и все становится хорошо. Попытки внедрить аппараты в ветлечебницах не увеличались успехом по той лишь причине, потому что ветлечебница работать перестает. Единоразового прихода человека на подобную процедуру, там на 10-15 минут, чаще всего животное выздоравливает и просто перестает болеть. Соответственно, следующие походы не требуются. Это проверялось не только за рубежом, не только у меня в городе, но и другие люди считаются примерно об этом же самом. По растениям текущая технология позволяет достаточно хорошо активировать семена. Семена и начальную стадию роста. Статическая катушка и шипы помогают нормально поддерживать некоторую интенсивность роста в среднее время работы, ну или в принципе даже взрослые. Вот у меня жена постоянно с этим экспериментирует. Пришла аппарат, включила, например, час отработал, под одними цветочками переложила, час под другими поработал. Ну и так вот, периодически меняет. Результат есть, результат хороший. Значит, использование совместных катушек плюс лекарств. С 2016 года, если честно, я практически не заметил проблем с применениями. А вот наоборот, даже улучшение некоторое может быть запросто. И скорее всего связано с тем, что любой препарат, который изготовили, он может не просто в себе нести какую-то химическую активность, а он еще может получиться, допустим, электрически не нейтрален. И он бы готов, допустим, был бы в организме провзаимодействовать с каким-то элементом, а там, допустим, тот же самый, например, отрицательный потенциал, у него отрицательный потенциал. Вот эта химия, которую мы хотели достать, она не взаимодействует. Получается, что можно обработать как лекарство предварительно даже. В самом начале ребята очень много как раз баловались с алкоголем. Какой плохой коньяк или еще чем-то, у которого голова болит. Предварительно поставили, полчасика бутылку обработали на катушке. Проверяют, говорят, вот все нормально, уже ничего не болит после него. Все работает, все хорошо. Здесь примерно та же самая ситуация. Снижение эффективности лекарств, в принципе, не заметил. Никто особо об этом не отписывался. Из единственного, что отмечалось, совместное применение антибиотиков и катушек, приводило к некоторому избыточному количеству, допустим, образования слизи в носоглотке. Ну, это опять же, то есть, по сути, если антибиотики у нас основаны, могут быть основаны на каких-то живых организмах, то катушки, получается, простимулируют некоторый рост даже этих живых организмов. Могут, вот в таком варианте. Ну, в общем, наблюдается некоторое избыточное слизистое выделение. По всем остальным проблемам здесь особых вариантов не обнаружилось. По крайней мере, мне никто не отписывал. Множество отзывов вы можете читать под моими видео, которые вот здесь, на моем канале. В основном, все отзывы адекватные, можете найти и неудовлетворительные, в плане того, что попользовался, ничем не помогло, выкинул аппарат, естественно, не без этого. Вот, то есть, не стесняйтесь, изучайте информацию, это то, что вам очень хорошо поможет. Так, ну, я, наверное, потихонечку надо с вами заканчивать. Сейчас еще прикину, тут пара отзывов у меня распечатаны. Вот, да, вот потихонечку аппарат у нас доходит до фронта, начинают применение уже в госпиталях, и вот еще поступают дополнительные отзывы о том, что действительно благодарности при переломах и ранениях, более быстрое заживление, отсутствие осложнений и воспалений. Ускорение реальное получается в два-три раза. Вот это вот люди сообщают. Ну, фактически, то есть, просто подтверждая то, что уже многократно подтвердили до них. Значит, вот из яркого еще, вот отзыв, височная невралгия. Проблема была у человека 25 лет. 25 лет мучений, когда человек пытался это дело вылечить. Вечная боль, особенно по утрам, состояние как зомби. За 6 месяцев использования катушек проблема была убрана. То есть, 25 лет мучений, не мгновенно, но 6 месяцев применения и, в принципе, проблема ушла. Еще дополнительные результаты люди сбросили по поводу мочекаменной болезни. В течение трех дней, получается, камень, который стронулся и, как бы, вас медицина отправляет с обезболивающими, мочегонными, там, чем угодно, какими-то препаратами. Пару недель помучатся. Ну, или предложат у себя полежать. Вот. Использование просто тора. Можно даже простые обезболивающие, не сильно действующие. Вот. В течение трех дней вы периодически, там, по несколько часов в день, вы провожаете, скажем так, тором, прямо непосредственно на почку. За три дня камни выходят и все, проблема решена. Вот. Также дополнительно еще, говорю, поблагодарила целая группа музыкантов за использование антипаразита. Поскольку они ездят по всей России, там, гастролируют, то проблем при общении цепляют вирусов очень много. К чему они пришли? Они, ну, проблема с голосом из-за того, что, опять же, всяких соплей нахватаются. Они вот так иначе, то есть просто электроды после применения, вот к шее, к примеру, там, прикладывают. И вот на первом проверили, все нормально отработало. После чего всей группе каждому купили по аппарату и до сих пор ездят уже несколько месяцев, никаких проблем не испытывая. Хотя до этого практически выступать не могли, потому что, сами понимаете, сейчас ситуация с этой игрой с ними достаточно серьезная. Вот. Значит, по поводу совместного использования с препаратами, не бойтесь, применяйте. Просто вы еще можете сразу заметить, что у вас отпадает некоторая необходимость в полной дозе, допустим, этого препарата. Вот это я сто процентов наблюдал. Особенно у людей, у которых там проблемы с сердцем, нужно сердечно поддерживающее. И, к примеру, человек начинает применять катушку, буквально там через неделю, через две он понимает, что у него нет уже необходимости так часто принимать те препараты, которые у него прописаны. Но проверяет, допустим, полностью отказаться не может. И это приводит, к примеру, к двух-трехкратному сокращению дозы применением аппаратов после человека, допустим, более-менее комфортно живет. Вот это реально, о которой даже у меня знакомый такой есть. Вот. И еще случай, как раз тоже из последних, воспаление третичного нерва. Кстати, у меня была тоже женщина, а здесь в городе подобные проблемы, сейчас про нее тоже расскажу. Вот. Медикментозная, естественно, это у нас практически никак не лечится, только обезболивающая. Значит, ей, соответственно, назначают вот всякие препараты. В общем, две недели ее мучили. Стала применять ТОР, потом антипаразит и, соответственно, два аппарата одновременно. Электроды на шее, ТОР под ухом. Резкие боли уже ушли через два дня. Ну и через полтора недели полностью проблема была решена. Это счастливый случай. У той знакомой, которая у меня была с подобной же проблемой по третичному нерву. У нее была ситуация в другом. Ей за полгода до этого не совсем хорошо поставили зубную пломбу. И получилось так, что пломба являлась возбудителем вот этих вот лишних, ненужных колебаний. Но, по сути, возможно, тот же самый металл фонит на нервную систему и постоянно находится нерв в возбужденном состоянии. Естественно, вот, кстати, это та проблема, допустим, которую катушки решить не могут. Физически они не выковыривают вам пломбу. И в итоге все-таки после еще чуть ли не года мучений нашелся человек, который действительно адекватно ее исследовал и сказал, что нужно удалить пломбу. Она удалила пломбу и вся проблема исчезла. А у него дошло до того, что часть лица даже перестала чувствоваться. Вот, я думаю, что на сегодня с вами нам достаточно. А то так уже можно заговариваться и начать. Если что, пишите под видео, какие остаются вопросы. Я всегда стараюсь коротко на них ответить. Почта, если что, есть в описании канала. Думаю, был вам полезен. До свидания.